Продолжаем наше занятие по курсу Почему православие единственная истинная религия И сегодня мы с вами поговорим о смысле жизни Итак, у нас заявлено смысл жизни, 5 основных вариантов И мы с вами рассмотрим даже возможно больше вариантов, чем 5 И я вам покажу, что такое истинный смысл жизни Ну и для того, чтобы начать хоть что-то рассказывать про смысл жизни Нужно определиться, что такое смысл жизни И если мы с вами спросим у 10 людей, что такое смысл жизни Вполне возможно, что мы получим 10 разных ответов Потому что каждый человек вкладывает что-то свое в это понятие Так что же можно принять за смысл жизни Это некая цель, которую мы должны достичь Ну, хорошо, допустим Очень утрирована наша цель съесть 10 вкуснейших пирожных Вот мы эту цель достигли Что дальше? Является ли наша жизнь, ну скажем так, наполненной чем-то таким интересным Что вот смысл жизни мы исполнили И вот мы такие довольно счастливые Нет Ни одна вещь, ни одно наше достижение Не даст нам какого-то такого ощущения законченности Значит, это смысл жизни? Нет, это не смысл жизни Это некая промежуточная цель, приводящая нас к смыслу жизни Небольшой пример Мы с вами учимся в институте Какой смысл обучения в институте? Это получение знаний И в итоге получение диплома То есть у некоторых первый пункт получения знаний отсутствует В принципе, им вот лишь бы диплом получить и все То есть смысл обучения в институте Получение диплома Смысл обучения в школе Получение института Извиняюсь, получение аттестата Для того, чтобы поступить в тот же самый институт Мы с вами все работаем Мы работаем в этот месяц для того, чтобы в следующем месяце Получить зарплату за отработанный месяц То есть смысл любого действия Смысл любых наших усилий Находится после того, как мы эти усилия употребили То есть смысл института, диплом Мы получаем после того, как мы получили диплом Как мы окончили институт То есть, опять же Зарплату мы получаем за тот месяц, который мы отработали Мы получаем после того, как месяц мы отработали Что получается Смысл неких наших телодвижений Ну, грубо говоря, нашей жизни Исходя из этого Должен находиться вне нашей жизни Какие бывают смыслы жизни сейчас? Вот можно, например, спросить у кого-нибудь из людей Спросить, для чего ты живешь Кто-то может сказать Я живу ради того, чтобы жить Так ли это? Является ли это смыслом? То есть, согласно закону логики Если человек живет ради того, чтобы жить То он живет ради всего того, что происходит в его жизни Все мы с вами знаем Что смерть это неотъемлемая часть жизни То есть, немножко перефразировав этот смысл жизни Можно сказать так Я живу ради того, чтобы умереть Является ли это смыслом жизни? Нет, не является Кто-то может сказать Я живу ради своих детей Это психологическая проблема Психологическая блага Когда человек понимает Что в принципе Как такового смысла жизни Он найти не может И он перекладывает Время поиска смысла жизни На своих детей То есть, он надеется Что его дети смогут Когда-нибудь Отыскать этот смысл жизни А вот они Ну, в принципе Отказываются от поиска этих смыслов Кто-то может сказать Я, например, живу ради того, чтобы Купить квартиру Ну, это очень так Упрощенно Но если этот человек Достигнет этой цели То он не будет чувствовать себя На вершине, скажем так Блаженцу Что вот он, наконец-таки Достиг Да, он какое-то время Порадуется Но затем Все То есть, это не будет Смыслом Он выберет какой-то Другой смысл И будет пытаться Достичь его А смысл жизни Все-таки должен быть Такой, который Вот тут он один Не бывает такого Чтобы у нас было Несколько смыслов Смысл На то и есть Смысл, чтобы быть Одним Кто может нам рассказать Что должен делать человек Для того, чтобы у него был смысл Некоторые обращаются К философии К психологии И к любым другим наукам Может ли наука сказать Для чего нам жить То есть Наука может нам рассказать Как нам жить То есть Возьмите любую науку И любая наука Скажет вам Как жить Даже по математике Математика может вам рассказать Как вам правильно жить Химия может рассказать Что пить Что не пить Физика может вам рассказать Куда сувать палец Куда не сувать Математика может вам рассказать Что тратить Что не тратить Философия может вам рассказать, как вам жить Но ответить на вопрос, для чего вам жить, ни одна из современных наук не способна Почему это происходит? Потому что вопрос о смысле жизни лежит вне времени нашей жизни То есть в нашей жизни, в современной, пока мы живем Достичь смысла жизни практически нереально В чем заключается смысл жизни абсолютно каждого человека? В единении с Богом Это единственный смысл жизни, который дает нам действительно ощущение законченности нашей жизни, если мы его достигнем То есть если в этой жизни мы с вами сумеем объединиться с Богом настолько, насколько от этого хочет у нас Бог То мы с вами со спокойной душой сможем сказать Да, мы достигли того, ради чего мы живем К сожалению, это может сказать только религия То есть ни одна из наук об этом сказать не может Соответственно, если вопрос о смысле жизни лежит только в сфере религии То давайте посмотрим, например, на смысл жизни некоторых других религий Ну, например, буддизм Я не говорю там всякие разные ответвления Мы возьмем чистый буддизм, который приводит смысл жизни вот во что Отказ от всего И смерть личности То есть уход в небытие Абсолютный уход То есть, по сути дела Смысл жизни буддизма это смерть Как мы с вами посмотрели Самый первый смысл жизни Смысл жизни я живу для того, чтобы жить Первый смысл жизни Этот как раз и есть буддийский смысл жизни Я живу для того, чтобы умереть Что получается? Каждый буддист мечтает остановить Ну, по его верованиям Остановить колесо перевоплощения Для того, чтобы не жить Каждый буддист мечтает Что он идет в некую нирвану Некоторые считают, что нирвана это какое-то блаженство На самом деле нирвана это небытие И вот они пытаются уйти в мир иной Чтоб никогда больше не возвращаться сюда То есть, по сути дела умереть Умереть в полном смысле этого слова То есть, если православный человек умереть в полном смысле слова не может У него может умереть только тело Душа будет жить всегда Буддисты мечтают, чтобы и душа у них умерла Какой смысл жизни у мусульман? Ну, в принципе, он чем-то похож На смысл жизни православных людей Но со своими отличиями Мусульмане мечтают Попасть в рай, где у них будут Простые земные Такие чувственные удовольствия У них будет много женщин, много еды И всего остального Для того, чтобы достичь этого Они делают некоторые вещи Определенные действия Они делают определенные установки Для того, чтобы этого достичь Это похоже на православный смысл жизни Но, к сожалению, не является ничем иным Как более развернутым таким Скажем так Более расширенным смыслом жизни буддистов То есть, если буддисты Они отказываются от всего Для того, чтобы умереть То Мусульмане, они не хотят умереть Они хотят продолжить эту жизнь То есть, как они живут здесь Они хотят жить еще и там Точно так же Только при этом, чтобы у них еще все было Но смыслом жизни это не является То есть, они отказываются Искать истинный смысл жизни Им сказали, что вот здесь вот такое Они довольны И только в православии Только в православии Есть истинный смысл жизни В чем он заключается В единении с Богом Как я уже и сказал То есть, что Бог хочет от нас Чтобы мы впустили его внутрь себя То есть, Бог хочет жить внутри нас Что это нам даст? У Адама и Евы При создании были очень интересные тела То есть, они не чувствовали боли Не чувствовали холода Не чувствовали жажды Не чувствовали голода Они могли перемещаться В любую точку пространства Могли проходить там Сквозь закрытые двери Ну, дверей тогда не было Но вот одно из их свойств Они могли так сделать Вот, например, когда Христос воскрес У него как раз вот такое тело и было То есть, он проходил сквозь закрытые двери Он перемещался на большое количество На большие расстояния Так вот, когда Бог вселяется в нас Мы получаем такие тела Пусть не сразу То есть, в этой же все равно нам необходимо Вкусить, скажем так, смерть Потому что мы не можем сразу вот так это принять Но когда Господь Иисус Христос Придет на землю То есть, те люди, которые живут Они преобразятся И станут такими, которые вот Какие были вот Адам и Ева То есть, основной смысл Православной жизни состоит в том Чтобы объединиться с Богом Тяжело ли это? Да, тяжело Но Для кого это тяжело? Для тех людей, которые не обращаются к Богу То есть, пытаются это сделать Какими-то своими силами Как только мы говорим Господи, помоги нам Это становится очень легко Поэтому смысл жизни Наш, скажем так Православный смысл жизни Одновременно и очень тяжелый И одновременно очень легкий Очень легко достижимый Важно только довериться Богу И все Поэтому Смысл жизни, который ищут В протяжении жизни В своих детях В каких-то вещах В других религиях Это не настоящие смыслы жизни Они не приводят К тому состоянию Которое должно быть у человека Нашедшего свой смысл То есть, опять же Давайте вернемся к Вопросу с институтом Если человек хорошо учился Помимо диплома Он получает еще и знания И может эти знания применять Конечно, человек может Поступить в институт Пять лет Где-то болтаться Потом на пятый год Прийти и сказать Давайте мне тепло И что ему скажут Недорогой друг Не выйдет Извини То же самое С православия То есть Мы с вами можем Принять для себя Что да Вот я понимаю Что смысл моей жизни Как раз Единит с Богом Но не сделайте Для этого ничего И к сожалению Смысла жизни Мы не достигнем Вот и получается Для того Чтобы достичь Смысла жизни Мы с вами Должны Ну Хотя бы Постараться Соединиться с Богом Как нам Соединиться с Богом Очень легко И просто Что сказал Господь Господь сказал Любящие меня Соблюдут волю мою Что мы должны Соблюсти Ветхозаветные заповеди Заповеди блаженств И все То есть Вот два пункта Которые нам нужно Только соблюсти Для того Чтобы быть с Богом Это Ветхозаветные заповеди И заповеди блаженств Причем При Неукоснительном Соблюдении Ветхозаветных заповедей Мы уже Будем спасены Если мы К ним добавим Еще новозаветные заповеди То есть Заповеди блаженств То мы С вами Поднимемся На совершенно Иной уровень Бытия То есть Вот как раз Таки Исполнение Новозаветных заповедей Приводит нас К достижению Смысла Нашей жизни То есть Мы можем Просто остановиться На ветхозаветных заповедях И это не будет Тем Скажем так Билетом Смысл С жизни То есть Да мы спасемся Но как Писали Святые Как бы Из огня То есть Представьте Ночью у вас дом Загорелся Вы в чем были Выскочили Вот Слава Богу Вы спаслись Вот это нам даст Исполнение Ветхозаветных заповедей Для того Чтобы Стать Выше Стать Более совершенными Для того Чтобы Исполнить Смысл Нашей жизни Вот как раз Таки Ради Этого Мы должны Исполнять Заповеди Блаженства Они Не сложные На каждой Литургии Они читаются И исполнять Их Поверьте Легко Да Поначалу Кажется Что это Очень тяжело Но почему Это так кажется Потому что Беса нам Это внушают Но у Господа Я надеюсь Многие из вас Видели Икону Господа И у него В руках Книга На которой Написаны Иго моё Легко есть То есть Это Иго Это Ну грубо говоря Какой-то Тяжелый крест Как говорят Именно Тяжелый Когда он Тяжелый Когда мы Только За него Взялись Только Тогда Он Будет Тяжелым Но И там же Написано Легко Есть Как только Мы взяли На себя Этот крест Как только Мы сказали Господи Помоги Мне Пожалуйста Вот Тогда К нам Приходит Легкость В достижении Смысла Нашей Жизни Поэтому Если Кто-то Когда-то Будет Задаваться Вопросом Что же Такое Смысл Жизни В чем Он Заключается Не пытайтесь Найти его В каких-то Науках В науках Смысл Жизни Нет Смысл Жизни Есть Только В религии И только В православии Теперь Есть ли У кого-нибудь Вопросы Найти его Всего Заключает Жизнь Аним Прижим Заключ HC t Смысл Н orientation Так, вопросов я не вижу, значит вопросов нет Соответственно, следующее наше занятие будет в следующей четверг И там мы с вами поговорим о чудесах, произошедших в православии за последние 50 лет И не только о этих чудесах, но и о еще нескольких чудесах, которые происходят каждый год Это сахождение благодатного огня, это поворот реки Иордан вспять И это, ну посмотрим еще какие-нибудь чудеса, я вам подскажу На данный момент, если у вас никаких вопросов нет, я с вами прощаюсь Всего доброго, храню вас Господь Здравствуйте, я Ирия Анатолий Слободчиков, наследник храма святителя Николая Тюбятфорца, сего Плюсы Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним К Господу нашему Иисусу Христу До встречи на молитве, всего доброго